Приветствую вас. Если говорить прям вот серьезно, то ваше состояние оно напоминает очень такое, знаете, клиническое. То есть, ваше состояние, например, похоже на клиническую картину. То есть, у вас то, что было изначально, да, оно развилось в достаточно такую костную, строгую конструкцию. Вот. И я, конечно, не врач, но первое, что я бы вам рекомендовал, это обратиться к врачу, психотерапевту, клиническому психологу, вот, для того, чтобы вам диагностировали возможное заболевание. И, соответственно, его начали лечить медикаментозно, после того, как либо, соответственно, сказали, что у вас ничего нет, и назначили бы психотерапию. То есть, понимаете, вот, я не уверен, насколько вы вообще расположены в психотерапии. То есть, я не знаю, насколько вы расположены сейчас к психотерапии. Исходя из того, что вы описываете, я боюсь, что вот, или совсем нет восприимчивости к психотерапии, или она есть, но очень ее мало. Мне бы хотелось повысить как-то вашу восприимчивость к психотерапии, вот. Ну, понятно, что, как бы делать выводы, да, о том, насколько вы расположены к психотерапии, можно только после того, как, ну, условно говоря, будет заключение врача, вот. Но пока что мне вот видится примерно такая история, примерно так мне пока что это видится все. Вот, это первое. Второе. Вот у меня есть ощущение, да, что у вас постоянно были ожидания по отношению к себе и ожидания по отношению к другим людьми. Вот, к сожалению, как я увидел, опять же, на мой взгляд, как я увидел, ваши родители, они, допустим, ваши родители, они не ломали эту систему, они не отвечали вас от того, чтобы иметь от себя ожидания. Напротив, мне кажется, они как-то вот подкрепляли, что ли, то, что вы о себе думали и думаете. Они, наоборот, это все как бы подкрепляли, вот такое у меня возникло ощущение. Я, опять же, могу ошибаться, сейчас я могу быть не прав, вот, но мне видится, мне видится так, таким мне видится этот момент, вот. Значит, помогите наладить жизнь, говорите вы. Это слишком глобальная постановка вопросов, к сожалению. Дело в том, что глобально свою жизнь вы не наладите, потому что условно-элементно налаживание жизни упирается в опыт. Понимаете? И опыт, который у вас есть, он неудачный. То есть вам почему-то было важно изначально, что вас уважали. Вам почему-то было важно изначально, что за вами бегали девушки. То есть вот почему-то для вас это все имело значение. Вы говорите, что в детстве изначально вы стеснялись, ну, часто стеснялись, боялись чего-то. И у вас вот это все выправилось как бы только после того, как вы начали получать какое-то место в обществе. То есть эта очень серьезная неуверенность в себе, она у вас осталась. Она никуда не делась, просто жизнь у вас складывалась так, что была возможность как-то вот купировать, была возможность купировать эту неуверенность в себе. И соответственно, как только этой возможности у вас не стало, а ее у вас не стало, когда вы сменили место обучения. Ну, соответственно, сразу все проблемы, которые у вас были, противоречия, которые у вас были, сразу они все далее соберены. И вот то, что вам отказала девушка, да, и не одна девушка отказала в знакомстве, опять же, в некоторой степени свидетельствует о том, что вы, ну, не совсем реалистично подходите к выстраиванию отношений с людьми. То есть вы выстраиваете отношения с девочками, например, по какому принципу, вот по какому принципу вы выстраиваете отношения с девочками, допустим. На мой взгляд, вы выстраиваете отношения с девочками по принципу симпатии, да. То есть девушке понравилось, все, я выстраиваю отношения, ну, хочу выстраивать отношения. Я хочу ей понравиться внешне, я хочу ей понравиться, там, не знаю, голосом, где-то еще, вот. Но ведь этого мало для построения серьезных отношений. Этого мало для выстраивания серьезных отношений. Потому что между людьми нет реалистичной связи, между людьми нет общих таких человеческих моментов. И на мой взгляд, вот на мой взгляд, вам в эту сторону нужно двигаться, вот, сейчас, чтобы взращивать в себе именно ваши собственные ориентиры. Потому что, исходя из того, что вы написали, у меня заложилось впечатление, что вам, вот, вообще, кроме людей, да, кроме отцены, кроме, ну, какой-то, условно говоря, живой обратной связи, вам, ну, не интересно больше ничего. Вот, то есть у меня сложилось такое впечатление, что вы абсолютно не упираетесь на себя, вот, в, ну, выборе своих поведенческих паттернов и выборе ориентиров жизненных для себя. Вот, то есть, тут вот, конечно, очень бы хотелось, на самом деле, поисследовать, допустим, вот, почему вы выбрали начать учебу, да, почему вы выбрали начать, там, качаться, к примеру, как вы сказали. То есть, вот, очень хотелось бы очень, конечно, всё вот это преследовать, потому что важные это моменты достаточно. Вот, ну, и неустойчивая самооценка, она, конечно, связана именно с тем, что вы опираетесь на мнение людей других. И, наверное, в первую очередь родителей, вот, ну, в первую очередь родителей, и дальше уже, там, на другие вещи, на другие аспекты, такие, как, например, ну, мнение людей, да, мнение, мнение, там, ваших, допустим, друзей, которых, которые, вот, как-то к вам, ну, вытаскивали вас, да. Вот, то есть, эта вся позиция, по сути, была основана именно на людях, но не на вас, к сожалению. Не на себя вы ориентировались здесь, а ну, нет, всё-таки на себя. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект психологический, который я увидел, заключается в желании, ну, доказывать что-то. То есть, постоянно вы пытаетесь, ну, доказать людям, да, вот, что-то. То есть, и себе, вы постоянно живёте в этом, вот, в желании, в желании доказывать что-то. То есть, в желании доказать, показать, убедить. Нет такого ощущения, что вы просто, вот, наслаждаетесь, допустим, ну, собой, наслаждаетесь своими ресурсами, да, своими силами, своими возможностями. Вот. И за то, что у вас не получается, допустим, себе что-то доказать, допустим, что у вас не получается это сделать, а вы себя наказываете. И наказывание, вот, в том числе, проявляется, вот, ну, в такой, в такой истории. Вот. Поэтому ответом на ваш вопрос, что нужно делать, это психотерапия. Психотерапия и постепенное, постепенное раскручивание, распутывание, я бы так сказал, того клубка чувств, который у вас образовался в результате вашего непростого, травматического, пусть и относительно недолгого жизненного опыта. Значит, давайте теперь немножко по тексту пройдёмся. Я в семье первый ребёнок. Вот видите, а, то есть, тут вы ставите себя в семейную иерархию, и, вероятно, нагладываете на себя ожидание, что раз я первый ребёнок, ну, значит, соответственно, я что-то должен достичь, я чего-то должен, вот, что-то должен значить. С рождения имел отличное здоровье, был умным и шустрым. Здесь, к чему вы это написали, непонятно. Больше всего на свете я любил свою семью. Опять же, с одной стороны, да, любить свою семью – это нормально. Любить свою семью, любить своих близких, родных, друзей, быть благодарным родителям, любимым, вот, и так далее. Это нормально, всё, как бы, вот. Это нормально, любить, но… Понимаете, какая штука? На первом месте всё равно вы… На первом месте всё равно вы, ваши ценности, а этого, как раз таки, нет. То есть, вы говорите, что вот именно, что я больше всего на свете любил семью. То есть, вы любили семью больше себя. И ставите семью до сих пор больше… выше себя. Они для меня самое дорогое, и жизни без них я себе представить не мог. Ну, опять же, не очень понятно, да, то есть, это было тогда или… Это и сейчас тоже происходит. Уроки я делать не любил. А, да, то, что вы не можете представить в своей жизни без них, это говорит о психотическом типе вашем. Вот, ну, про психотика можете почитать в интернете. А, уроки делать не любил, мама заставляла. Ну, вот, соответственно, да, то есть, тут вот, нужно отношение к урокам выяснять, почему мама заставляла. Вот, учился всегда хорошо, несмотря на то, что абсолютно не старался. Это мой талант. Талант к обучению, талант к усваиванию новых и новых знаний, к чему талант? Я бы не сказал, что это прямо талант. Понимаете, талант это всё-таки… Понимаете, талант это то, что выражается во мне как-то. Да, у вас хорошая способность к у твоему неузнанию, но это не талант. То есть, ну, вы видите, вы сразу… Ожидание начинаете вот тут устроиться. Всё, я не стараюсь… Учился не стараясь, всё у меня одна вам. Да нет, школьная программа не такая сложная, чтобы, ну… по крайней мере, российская. Я не знаю, конечно, где вы живёте. Вот, но раз пишите по-русски, значит… Предполагаем… Я предполагаю, что в России… У вас российская школьная программа не такая сложная. Вот, и… Да, у вас не средний интеллект, у вас, возможно, интеллект выше среднего, если… Если вам легко… Если вам легко… Делать вот… То, что вы делаете. Но это, опять же, не… Отменяет того факта, что дело не в талантах. И дальше вы пишите «Был обычным средним парнем». Вот, кто такой обычный средний парень? Ну, это вообще загадка. То есть, вы пишите не самым крутым, не самым стрёмным. Что вы подразумеваете под стрёмным, не совсем понятно. То есть, видите, да? Оценочное суждение. Оценочное суждение… Обычный средний. Это оценочное суждение, понимаете? Как бы… И вот тонкость вся в том оценочное суждение, что оценивая, вы не принимаете то, что у вас есть. Дальше. Занимался музыкой. Родители мне всё давали. Я всегда считал себя хорошим парнем. Опять же, оценка, да? Родители мне всё давали. Что именно всё? Хороший – это какой? То есть, хороший для кого? Хороший – почему? Хороший – чем? Понимаете, да? То есть, тут надо… Тут какие-то условия. Вы как будто вы ставите себе. Пойдя в школу, я стал более спокойным. Где-то снялся, где-то боялся. Ну, то есть, тут вот опять же, да? Неуверенность в себе и страхи, страхи. Они и вас, в сути, по всему сохранили. Благодаря общению с некоторыми людьми, стеснение стало пропадать. Особенно благодаря Алексею – мой хороший друг. Мне с ним хорошо, очень комфортно и интересно. Опять же, не очень понятно, было ли это тогда или это если сейчас. Кто? Тот человек, с которым вы сейчас живёте, который вас бесит и которого вы ненавидите, с которым вы себя сравниваете. Тот же – это тот же Алексей, но тогда как вам с ним хорошо? К сожалению, сейчас общаемся редко, так как учимся на разных универах и живём далеко друг от друга. И если это, как вы говорите, другой человек, то в таком случае вы говорите, что «мой лучший друг». Алексей – это не лучший друг. В пятнадцать лет начал качаться. Зачем? Самоценка начала расти. Знаете, вот если самоценка растёт от… Если она растёт, да, она может и падать. А самоценка – это всё-таки что-то такое, достаточно статичное. У вас этого нет. Меня стали уважать, а мне начали бегать девочки. Ну, вот, такое ощущение, что самоценка вас привязана вот к этому, что вас стали уважать и что начали бегать девочки. А, кстати, да, кстати, и, ну вот, за вами начали бегать девочки. То есть, пятнадцать лет, ну, это тот возраст, в принципе, когда уже можно, в принципе, вступать в интимную связь. Почему, если за вами бегали девочки, вы начали качаться, почему интимной связи не было ни с кем, непонятно. Старший класс взялся за учёбу. Опять же, зачем? Сначала начинать не хотелось, я начал, но я начал и достиг больших успехов. Зачем? Стал лучшим учеником в школе. Ну, опять же, опять же, это оценка, это оценка и сравнивание. Оценка выросли ещё больше, волосы стали ещё сильнее. Девочек стало бегать за мной ещё больше. Ну, видите, да, по сути, это просто вот какая-то внешняя история. Теперь со мной заигрывали даже те, кому раньше я не нравился. Это был лучшим в моей жизни, когда вас все любили. Я был по-настоящему счастлив, но гордились родственники, меня любили учить и учителя, со мной все хотели дружить и общаться. А сами-то вы где? Где? Знаете, этот класс определяет люди. Ну и, так, я постоянно встречался с девочками. Но, опять же, непонятно, почему не было интимной смерти. Тем более, старший класс. Так. Однако, я часто был с собой недоволен, у меня были высокие требования к себе. Вот. Именно из-за того, что высокие требования у вас к себе были, именно поэтому вам так важно, что, как к вам относятся другие люди. Так. Ну и, соответственно, высокие требования к себе, это непринятие, непринятие себя. Я всегда сравнивал себя с лучшими. Это тоже сравнение, тоже непринятие. Сейчас я удалял свои фото, потом восстанавливал, так мне казалось, что я на них недостаточно красив. Ну вот. А, да, это тут проявляется нацистичность. Немножко, нацистический тип. Один раз два года, удалялась страница ВК. Зачем? Нужно разобраться, зачем. Я, конечно, смогу предположить, но лучше, если мы это разберём. Может, был недоволен с собой и не хотел с ним общаться. А в чём, вот, в чём недовольство с собой у вас было? Чем именно вы были недовольны с собой? Что вы считали в себе такого, с чего, по вашему мнению, быть недовольно? Вот. Вот этот опыт. Вот идёт разрыв целостности. Отношение к себе у меня происходит волнами. Когда я удаляю страницу, чувствую себя лучше, как будто я сбежал от людей. Правильно, потому что вы теряете необходимость быть кем-то. Вы теряете источник напряжения, который дарует вам контакт с другими людьми, потому что вы считаете, что обязаны для этих людей быть тем, кем они хотят вас видеть, но не тем, кем являетесь вы. Так, я стеснялся на себя и не ходил на общественные мероприятия. Ну, тут что-то самое хоть. Хотя, стесняться было нечего, так как я имел красивое тело и хороший голос. Ну, вот видите, раз, вот для вас условия нецесснения, это красивое тело и хороший голос. То есть, есть что-то ещё, что определяет отсутствие изъяснений. То есть, ну, хороший, красивое тело и хороший голос не имеет никакого значения. Это вы не допускаете. Огромное спасибо моим друзьям, которые вытаскивали меня из дома к людям. Спасибо Алексею, так как во многом благодаря ему я был более открытым. Ну, тут вот как будто привет-привет придается, да? С одной стороны. С другой стороны, вы перекладываете ответственность на других людей за то, что происходит с вами. Ага, после школы я переехал в другой город, поступил в университет. Опять же, зачем? Вначале я думал, что дела пойдут в гору, найду новых друзей, приобрету уважение и статус. Это не жизненная цель. Это социальное ориентирование. Конформность, грубо говоря. Буду много работать, гулять с девочками. То есть, ну, опять же, да, вот это социальное ориентирование у вас. То есть, это не какая-то цель. Вот. Глобальная жизненная цель. Понимаете? Что значит, найду новых друзей? Да, то есть, друзья, вот особенно в вашем возрасте. Ну, как раз, когда вы переезжали, я имею в виду, друзья, это не те, на кого можно найти. Друзья, это те, кто с вами на всю жизнь идёт, как бы, с детства. Это значит, новых друзей. Поначалу всё так и было, кроме девочек. Я заехал в квартиру, жил с ней два месяца, поприеду начал изучать город, ходить на учёбу, делать уроки. Сразу же начал инициировать знакомство. Нашёл друзей, проводил с ними время вместе. Чувствовал, что меня уважают, чувствовал себя прекрасно. Ну, опять же, да, только, 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 когда вас уважают, вы чувствуете себя прекрасно. Я это делал по своей воле, мне не было страшно. Почему вы это сказали? Часто приходилось выходить из зоны комфорта. А что определяется зона комфорта? Что при ней вы понимаете? Я выходил, любил это делать, хотя я был страшен, ну, со страхом нужно работать. От этого чувствовал себя потрясающе, чувствовал себя значимым. Только момент здесь в том, что выходя из зоны комфорта, вы делали это для других людей, не для себя. Далее пошла полоса неудач. Началось всё с того, что, подойдя к девушке, у меня не получилось с ней познакомиться, она меня отшила, самостоятельно подкатывалась. Ну, вы знаете, мне, честно, с трудом верится, что от одного отказа девушки вы так сразу редко начали о себе думать как-то хуже, хуже. При условии, что девушка была, я как понял, незнакомой для вас. То есть, я так понял, что девушка была, ну, просто вот той, которая вам понравилась. То есть, это не было какой-то знакомой, это не было какой-то вот важной персоной в вашей жизни. Вот, я бы сказал, что, ещё раз, да, я бы сказал, что для того, чтобы с людьми как-то вот знакомиться, да, для того, чтобы с людьми как-то взаимодействовать, нужно, чтобы были общие интересы между ними. Вы же, когда, вот, когда вы просто знакомитесь, вы не... Как вам сказать, вы не... Не имеете ничего общего с людьми, понимаете, какая штука. Так, ага, дальше, значит, я... Так, самостоятельно подкрасилась, почему я часто болел, от чего уверенность также падала. А, вот, ну, простите, а... А, вот, вы... Вы... Что? Вы хотите... Хотите... Ээээ... Ну, вы хотите сказать, что... Вы не должны, не должны, как бы, болеть? Или что? То есть, ну... Вот, вот, к чему это то, что вы... Ну, то, что вы... Ээээ... Написали, к чему? К чему это было? То есть, если вы считаете, что вы не должны болеть, например, например, если вам так кажется, что вы не должны болеть, то с чем связан такой подход? Или вы считаете, что если человек болеет, то он, типа... Эээ... Ну... Эээ... Эээ... Себя... Как-то позорит, или болезнь это... Эээ... Ну, я не знаю, это что-то недостойное, по вашему мнению. Или... Или что? Что? Эээ... Почему такая реакция на заболевание? Эээ... Дальше... Эээ... 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 В... Возник конфликт, в котором мне угрожали расправы. Эээ... А... Как же, опять же, ваша... Ну, ваша сила, ваше... Эээ... Тело развитое, развитое и так далее. То есть... Ну почему... Эээ... Вы здесь вот производите впечатление человека, ну, очень такого вот слабого, как бы, да, неуверенного в себе, который, ну, по сути, чуть ли не теряется там, ну, вот, в конфликте, вот. То есть, мне кажется, что, ну, как минимум, это нужно исследовать, как минимум. Дальше, отношения с родногруппниками не сложились абсолютно, абсолютно, так как же не сложились, если вы нашли, ну, если вы, если вас начали уважать. Не чувствую их своими, в отличие от школьных одноклассников. Что, по вашему мнению, свои? Кто, по вашему мнению, свои? Кто это такие, вот, свои люди? Это кто? Я вот не шучу. Пропустил соревнование по пауэрлифтингу из-за болезни. Понимаете, вот, мне кажется, что здесь у вас так же проявляются независимые ожидания, потому что, как бы, вы верите в то, что есть свои люди. Хотя, своих людей не бывает. То есть, это люди, с которыми у вас может быть, ну, что-то, что-то общее. А, да, да, такие люди есть. Есть люди, с которыми у вас, может быть, что-то общее. Но, и всё, как бы. А, у меня такое ощущение, вот, сложилось, прям, что вы, прям, ищите своих людей. Опять же, в одноклассниках, ну, то есть, одноклассники ваши, они, как бы вам так сказать, одноклассники, это не то же самое, что, вот, люди более, как бы, взрослые, да? То есть, одноклассники, это дети, а там уже, да, достаточно, достаточно взрослые люди. И есть у меня такое ощущение, что этого вы тоже не принимаете, ну, не признаёте тоже. Дальше, так, пропустил соревнования по пауэрлифтингу из-за болезни. Так, а, как, какое у вас отношение к болезни? Меня отшила девушка, в которой я был безымно влюблён, потом ещё три с половиной года, каждый день мониторивала всё цветы, перестала заниматься полгода назад к счастью. Слушайте, ну, в психологии это, вообще говоря, не принято называть любовью, или даже влюблённостью, вот. В психологии такого рода отношения принято называть в большей степени, наверное, зависимостью. То есть, вы здесь, на мой взгляд, путаете, вы путаете зависимость и любовь. Дальше, со второго курса я стал другим, меня сломили жизненные неудачи, но это значит, что вы никогда не чувствовали себя, потерялся смысл жизни, это значит, что у вас его не было никогда. Я не представлял своей жизни без своей девушки зависимость и отсутствует недостаточность. Я стал в депрессию, избежал от реального вера в мир виртуальной. Ну, если вы говорите, что у вас депрессия, то, опять же, депрессия это психиатрический диагноз, который нужно диагностировать, нужно подтвердить. И, соответственно, подтверждая вот диагноз, если диагноз подтвердится, то уже назначать, в таком случае уже назначать лечение вам. Вот, ну, не работает это так, что вы просто вот говорите, что вот у меня депрессия и все, что я сбежал вот там, ну, что я сбежал в виртуальный мир, допустим. Ну, то есть это все-таки так не работает. Вот это все-таки достаточно серьезная история. Вот. Дальше. Были многочисленные попытки вернуться к нормальной жизни, но все они закончились неудачно. А что есть нормальная жизнь для вас, опять же? Все повторяется, я живу поощренно двумя жизнями. Моя первая жизнь, я лежу с утра до вечера, как овощ, чувствую, что умираю. Ничего не хочу, ничего не приносит радость, ничего не ем, мне не хочется жить. Я никого не хочу видеть и не знать, хочу, чтобы меня все забыли. Ну, здесь такое ощущение, да, что вы себя доказываете, чувствуете себя ничтожеством и так далее. Это вот является как раз таки психиатрической картиной, ну, клинической картиной. Я бы тут рекомендовал бы все-таки поисследовать, в том числе и в физиологическую сторону. Я очень строг к себе, я хочу в этом и в другой жизни себе не представляю, не желаю. Чего именно? Чего именно вы этого хотите? Живу по графику расписанному, по минутам не курю, не пью, отказался от игр, вкусной и вредной еды, не занимаюсь мастурбацией, занимаюсь саморазвитием, качаюсь, чувствую себя уверенно и чувствую себя прекрасно. Слушайте, ну, опять же, подобная строгость не выглядит естественной, на самом деле. То есть, нельзя, тут вас искрайно-скрайно-скрайно бросают, а вот так, чтобы посередине, чтобы в полимере, этого у вас нет. Не отказались 20 девушек подряд, ну, потому что вы не совсем верно устраиваете взаимодействие, плюс ко всему, после первых двух раз у вас вполне возможно мог развиться такой своего рода страх отказа, и в таком случае нет ничего удивительного в том, что у вас ничего не получается. Ну, просто потому, что достаточно было первый раз, чтобы у вас не получилось, да, и всё. И после этого вам, вам уже, вы будете искать как подтверждение только вот своей позиции такой. А дальше я девственник в свои 23 года. Ну, опять же, тут нужны причины, как вы относитесь к девственности своей, как вы относитесь к тому, что у вас нет секса, нет секса, как вы относитесь вообще к сексу, к мастурбации. Я ненавижу этот мир. В общем. Понимаете, ненависть это такая штука, которая, по сути, означает, что в нём, вот в мире, вы видите угрозу. Угрозу вы видите, ну, как бы, в себе. Понимаете, вы видите угрозу в себе. Вот. И ненависть заключается в том, ненависть изникает в том, что, по вашему мнению, мир мешает вам, ну, как бы, жить счастливым. Вот. Хотя, на самом деле, это, безусловно, не так, потому что мир здесь ни при чём. Да и вряд ли вы себе представляете в полной мере, что это такое, что такое мир. Такое чувство, если я, кажется, провинился перед Богом и он, действительно, уже 4 года. Ну, вот, здесь появление мистических представлений и, опять же, как возможность приложить ответственность. Закончил университет, выбрал место работы. Подготовился на 100%, даже познакомился с коллективом, развёлся связями. Я всей душой хотел в эту компанию, на это место было 2 человека, я умнее, его сравнение. Вы сравниваете себя. Я всей душой хотел в эту компанию. Тут вы решали свои личностные проблемы. Возможно, вы хотели быть частью чего-то, потому что вам некомфортно наедине с собой. Сдал лучше все тесты, никогда не опаздывал, был чистым, опрятным, в отличие... То есть, опять же, идёт сравнение. Работники компании рекомендовали меня, но работу отдали ему, потому что тот, чей голос был решающим, сказал, что конфликта нет. Точнее, в чём-то этот человек прав, потому что он увидел вас чрезмерно мотивировано быть в этой компании, а это всегда угроза. Он увидел, что вы личностно заинтересованы в этой работе и в коллективе, а это угроза для дальнейшей работы. Хотя я абсолютно не конфликтный, может быть, но у вас важный конфликт, когда вам угрожали расправно. Я ненавижу этот мир, во мне горит огонь мести. Ну, мести, как правило, это, опять же, негативная реакция на воображаемое, то есть то, чего в действительности нет. То есть вы не можете отказаться от образа видимого мира и хотите образу видимого мира отомстить, думая, что ему это важно. На самом деле, мир совсем другой, но вы его не принимаете. Я их просто хочу рвать и убивать всё, что вижу. Со мной не происходит ничего хорошего. Это депрессивное состояние, весь мир против меня. Кто именно? Что вы в этом вкладываете в весь мир? То есть, знаете, обобщение – это избегание личностного опыта. Четыре месяца назад я познакомился с девочкой по интернету. Резёт, что это последний раз. Солнце двадцатый. Если отказать, больше никогда не буду иметь дело с подсобавленным полом. Ну, вот видите, здесь момент какой. Вы подходите к девочкам как к некому такому статистическому эквиваленту, забывая про то, что они люди, что девочки – это люди, что у людей есть человеческий фактор. Что этот человеческий фактор нужно, ну, так или иначе учитывать. Вот. У вас этого ничего нет. То есть, у меня нет ощущения, что вы учитываете этот самый человеческий вот фактор, да, и думаете, ну всё, если я вот с этой девочкой познакомился, да, вот, если я вот, ну, так вот случилось, да, что я с ней познакомился, она мне понравилась, это двадцать раз, всё, после этого если ничего не получится, ничего не получится. То есть, по сути, вы пошли ва-банк. Вот. Ну, отношения таким образом не выстраиваются с людьми, понимаете? Потому что это прямой путь никуда. Это говорит о вашей заинтересованности, о сверхмотивированности. А если вы сверхмотивированы, то это чувствуется. Понимаете? И если это чувствуется, то отношения на пользу это не идёт, к сожалению. Так что, я надеюсь, что вы для себя данный аспект обязательно учтёте. Ну, в будущем. Далее. Так. Значит, первые месяца, так, общение, очень понравились друг другу. Общение с ней сделало меня счастливым. Вот. А без него, без общения вы не были счастливым социалом. И переложили ответственность за своё счастье на неё. Первые месяца полтора общались в соцсетях, каждый день по полдня и провели две встречи. Я влюбился. Ну, опять же, тут надо раскрыть, что именно вы чувствуете. Социальность похожа на зависимость. Потом произошёл конфликт из-за чего? Я впал в первый образ жизни. Жизнь овощей. Потом она закинула меня во френд-зону. Тут, опять же, очень структурированный панфор к отношениям. Я опять подавлю. Понимаете? То есть вы, по сути, девочку воспринимали как последнее средство для доказательства себе. То есть последний аргумент в своём внутри личностном конфликте. У меня частые нервные срывы. Из-за чего раз, два месяца. Я просто плачу уже четыре года. Из-за чего? Я не могу разговаривать с родителями. Почему? Я честно это подвёл. Тут имеет место быть чувство вины из-за взятия на себя их ожиданий. Ответственности за их ожидания. Тут вот тоже нужно более такую здравую позицию. Выработать. Хочу, чтобы они меня забыли. Мне стыдно за себя. Ну, непринятие себя. Я не могу разговаривать ни с кем о себе. Опять же, непринятие. Навид мне тридцать пять. Хотя, по факту, двадцать три. Я даже не лысеть начну. Ну, ты эксональщик. Я ненавижу этот животный мир и эту несправедливость. О каком животном мире вы говорите? И что вы подразумеваете под несправедливостью? Понимаете, несправедливость это такая достаточно детская позиция. Потому что, ну, это не взрослая позиция. Взрослая позиция, она предполагает, что справедливость она для каждого своя. Ненавидя себя. Опять же, непринятие себя. Обвинение себя. Непринятие себя таких, какой вы есть. И, соответственно, из-за чего происходят проблемы? Потому что то, что вы делаете, не соответствует вам. Ни с кем не общаюсь. Почему? Всех боюсь. Чего вы боитесь? Не получаю от жизни удовольствия. Ну, для этого нужно принять себя. Я человек с очень сильной волей, но не могу самостоятельно выбраться из этого ада. А что такое вот сильная воля, по вашему мнению? Каково оно значение воли? Хочу быть частью группы людей. Потому что сами по себе значите достаточно мало. Как это было в школе? Ну, это вот происходит возрастная регрессия, то есть это защитная реакция идёт. Я не могу без людей. Почему? Самое большое удовольствие я получаю от истинного общения. Опять, оно вас определяет. Не вы сами определяете, а оно вас. Знаете, вот такое ощущение, что ваши родители, они несмотря на то, что все вам давали, были достаточно отделены от вашего эмоционального. Все люди, которые мне его давали, исчезли. Но они не просто так исчезли. У меня есть лучший друг, с которым мы вместе с моим квартиру. Сейчас я начинаю ненавидеть. Потому что вы сравниваете себя и завидуете ему. Ему висёт, у него всё хорошо, надеюсь, хотя усиленно прилагают две страхи. Нечем меньше, чем я. Опять же, идёт сравнение. Всегда главным у нас был я. Это иерархия строгая в отношениях, потому что нет в отношениях этих главных. Я его всему учил. А зачем вы его учили? Он слабое звено, и он это знает. Вот откуда у вас такие категории восприятия людей? Как можно лучше его друга считать слабым звеном? У него есть много девушек, которые ему дают, и работы, о которой я мечтал. Помогите мне, пожалуйста. Ммм, здесь вы завидуете опять. Я верю, что вы способны на многое, но для этого вам нужно раскрыть свой потенциал. Не тот, который ожидаете вы от себя и другие люди, а свой. Понимаете? Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Вам нужно сформулировать запрос к психологу, чего вы хотите конкретно. Вот. Потому что помогите мне, пожалуйста. Это только первый шаг, но это не запрос. Вот. То есть, нужен запрос, чтобы понимать, что вам нужно, что вы хотите. Более такой конкретный, конкретный запрос нужен. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!